Взрослые и дети вместе преодолевают препятствия на тимбилдинге, который проходит в окружении Перинских гор в живописном уголке Болгарии. Глобальный тимбилдинг объединил участников из пяти стран – детей, их родителей и преподавателей международной сети бизнес-школы «Мини-босс». Здесь испытания, здесь вот эти вот челленджи, которые здесь установлены, 10 челленджей, они, каждая из них, сложные. Если ты только будешь опираться на себя, на свой героизм, ты не сможешь их сделать. Здесь нужен героизм всей команды, поэтому общее объединение, как концепция, очень важно, потому что именно здесь вырабатывается характер. Но перед тем, как понять ценность результатов совместного тимбилдинга, участники прошли нелегкий путь. Взрослые чаще обдумывают свои решения, тогда как дети обычно действуют импульсивно. Поэтому мнение и стратегии, как пройти задание, в разновозрастной команде сразу разделились. И как лучше проползти паутину, не касаясь ленты, если в команде лебедь, рак и щука. Просто дети, они знают уже свои силы, а с родителем такие сложности возникают. Но мы все-таки точь-в-точь прошли. Но есть задачи, которые прям заставляют наше сердце трепетать, вроде паутинки, которые, как и другие команды, мы не смогли пройти. Догадка приходит почти сразу. Чтобы достичь результатов и пройти задание, нужно примирить разные подходы. И не важно, что некоторые идеи звучат фантастически. Если попробовать, может и получиться. Родители старались сказать, что не надо торопиться, надо подумать. Ну, дети, они всегда привыкли сначала делать, а потом думать. Так вот, это совместная работа, давайте подумаем, а потом все равно бежим. Она работает. Дети также подтверждают объединение стратегий, работает в любом из заданий, которые проходили команды. Два, три, три, три! Мне кажется, что все родители, которые принимали участие в нашей игре, все очень и очень старались. У нас были сложности, потому что были взрослые, мы были смешанные команды. Мы все друг друг помогали. Раз, два, раз, два! Не мешайте! Раз, два, раз, два! Все друг за друга болели и поддерживали друг друга. Такие невероятные эмоции. Очень круто! На других локациях без взаимопонимания и командной работы также с заданиями не справиться. Успех будет только в одном случае. Когда они договорились помогать друг другу, слышать друг друга и взаимодействовать четко. Я думаю, что они начали понимать каждое движение каждого участника. Это очень ценно. Представьте себе, когда команды идут в унисон, и это здорово. И хотя для взрослых игра непривычное занятие, дети – самые опытные игроки по определению. И они с удовольствием готовы делиться своим опытом с родителями и друзьями. В этом году у нас первый опыт летнего лагеря и первый опыт тимбилдинга в мини-боссе разновозрастных команд и разных национальностей. Даже наш капитан был моложе многих участников. Но буквально с первой игры было такое впечатление, что мы давно уже одна команда. И давно ею были. Мы переконались, и я в том числе и особисто, что неважливо. Мы убедились, и я в том числе лично, что не так важно быть сильным одному. Важен командный дух, важна стратегия, тактика на исполнение конкретных задач. Тактика на выполнение конкретных задач. Идея провести глобальный тимбилдинг для детей и взрослых возникла не случайно, рассказывают организаторы. Все квесты объединены одним смыслом. И прохождение всех уровней заданий дает нужный эффект. Вместе, как семья, проходили все эти конкурсы, все эти упражнения. И это, помимо того, что это было развитие их стратегических навыков, это было еще семейное сближение. Большой день тимбилдинга уже близится к завершению, а участников не остановить. Увлеченные взрослые, счастливые дети шаг за шагом вместе проходят все локации и задания. Победа не только в том, что мы справились, а и в том, что мы приобрели и в результате. Участники рассказывают о полученном опыте. Это очень яркие впечатления, хотя было много сложных заданий, и не все препятствия удалось пройти сразу. Но мы справились и добились успеха, потому что работали вместе. Мы научились работе в команде, мне кажется. В первую очередь умение договариваться с людьми, работать в команде. Это ловкость, смелость, умение быстро выработать стратегию игры. Я научился тому, что надо ценить труд других. Нестандартные решения простых, казалось бы, задач. Я научилась доверять друг другу, больше доверять. Помогать и принимать помощь от команды. В любых ситуациях дружить со всеми и работать со всеми, несмотря ни на что. Прежде чем действовать, нужно разработать стратегию действия, и тогда будет хороший результат. Международный летний лагерь в Болгарии длился неделю. Программа была насыщенной и включала множество игр, развлечений, походов и отдыха на природе. Все, что позволило отдохнуть всей семьей, обогатиться новыми знаниями и впечатлениями. КОНЕЦ! КОНЕЦ!